Приключения ради жизни. В Пермь на один день заехали участники монгольского ралли. Трое друзей из Оксфорда приняли участие в одном из опаснейших автомобильных заездов, чтобы помочь ученым, которые разрабатывают лекарства и методы лечения от рака костей. Подробности приключения и благотворительной инициативы англичан в репортаже Татьяны Овсяниковой. У вас высокие шансы получить травму или умереть в дороге. Так о монгольском ралли пишут организаторы. Но монгол-ралли – это не только безумное приключение, в котором каждый экипаж едет сам по себе. Одно из главных условий гонки – перед стартом нужно собрать тысячу фунтов стерлингов на благотворительность. Трое друзей из Оксфорда – Шон, Эд и Фредди давно мечтали совершить экстремальное путешествие – добраться от Западной Европы до Монголии. А тут удалось совместить приятное с полезным. Британские ребята собрали еще и деньги для исследовательского центра. Он разрабатывает лекарства и инновационные методы борьбы с онкологией. На то, чтобы помогать именно Боннской энцеритраст, у студентов из Оксфорда есть личная причина. Наш однокурсник несколько лет назад умер от рака костей. Я лично был с ним в одной команде по лодочным гонкам. И это путешествие стало прекрасной возможностью поддержать фонд, который занимается исследованием в области рака костей. На подготовку к старту друзья потратили почти 4000 фунтов. Большую часть на автомобиль – ярко-красную, поддержанную «Шкоду» 2006 года выпуска. Главная изюминка «Монгол-ралли» – в заезде принимают участие старенькие легковые автомобили с объемом двигателя не более 1200 кубических сантиметров. Перед стартом экипаж укрепил днище автомобиля и усилил защиту двигателя. Ведь ехать предстояло через всю Западную Европу, Турцию, Иран, Казахстан, Туркменистан, Россию и Монголию. Российские дороги, по словам путешественников, выгодно отличаются от монгольских, но сложности все-таки были. На русских дорогах, таких главных, все замечательно. Но когда начинаются дороги с кочками, со всякими ухабами, то мы можем поцарапать не из машины. Это проблема. Терпят иностранцы и другие неудобства. Нередко спят в машине. Рады, если удалось помыться. Путешественникам некоторые трудности создает и языковой барьер. Все трое владеют только английским, но понимающие и отзывчивые люди все же находятся. Для меня самым невероятным было то, что на такой маленькой машине я смог проехать по всем этим странам. Я смог познакомиться с людьми разных национальностей, увидеть очень много красивых пейзажей. И это еще раз подтверждает то, что для того, чтобы путешествовать, не обязательно иметь какую-то дорогую машину. Это можно сделать на таком небольшом автомобиле. Сейчас новоиспеченные ролисты возвращаются домой. Визит в Перм оказался формальностью. К нам они заехали в рамках спонсорского промо-тура. Но один из путешественников был особенно рад этому пункту маршрута. Эдвард уже бывал в нашем городе несколько лет назад, приезжал по программе студобмена между Оксфордом и Госуниверситетом. После встречи с прессой ребята запланировали экскурсию в университетский кампус. А когда доберутся до дома, продолжат учебу и работу над благотворительным проектом. Татьяна Овсянникова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.